Хочу поделиться с вами проверенным средством для улучшения цветения комнатных и клумбовых растений, которое стоит недорого и точно есть в каждом доме. Долгое время я боролся с комнатными растениями, которые завидали у меня на глазах, болели, страдали и даже погибали. К покупным химическим удобрениям я отношусь скептически. Всегда отдаю предпочтение натуральным продуктам. Но чтобы всё было настолько просто, я не ожидал. Вы наверняка слышали, что это вещество можно добавлять в воду к срезанным цветам, чтобы продлить им свежесть. Догадались, о чём речь? Это сахар. Но, как оказалось, сахар можно и даже нужно применять в виде удобрения, не только для срезанных цветов, но и для комнатных растений. Дело в том, что сахар распадается на глюкозу и фруктозу. Глюкоза – это важнейший источник энергии для всех процессов растения. Она отвечает за дыхание, питание и поглощение элементов. Поэтому, если вы заметили вялое состояние цветков, отсутствие роста и цветения, то смело отправляйтесь за столовой ложкой сахара и присыпайте им почву. После чего не забудьте увлажнить почву. Все цветы любят сахарную подкормку, даже кактусы. Две подкормки для слабых растений будет достаточно для восстановления. Сахарное удобрение можно применять как в сухом, так и в разведённом влажном виде. Чтобы сделать жидкое сладкое удобрение, понадобится 1 чайная ложка сахара на пол-литра отстойной воды. Я особенно рекомендую подкормить таким несложным способом растения, которые стоят в тени и лишены ультрафиолетовых лучей. Чтобы получить наилучший эффективный результат, необходимо перед внесением подкормки тщательно полить растения и использовать подкормку не более одного раза в месяц, дабы не вызвать негативные эффекты.